Господи, Сил, с нами будем, и таково разный Тебе, помощник от скорых неимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Недавно удалось побывать в одном месте, очень гостеприимном, с точки зрения православных святынь, природы, с точки зрения людей, которые тебя принимают. Это место называется Джорджия. Весьма почитают в этой стране святого великомученика Георгия, так что даже в самом имени включено имя Георгия. Джорджия, Грузия. Ну, наверное, каждый второй мальчик там назван в честь Георгия, потому что в какую семью не приходишь, Георгий, старший сын. Грузия. Гостеприимная, тёплая, светлая, радостная, жизнерадостная страна. Совершили небольшое паломничество. Именно так сейчас, поскольку прямого сообщения от Екатеринбурга до Тбилиси, ну и вообще из России в Грузию нет. Поэтому приходится совершать такое многочасовое паломничество. Ну, у нас получилось до минеральных вод, а потом на автотранспорте. И, конечно, первое впечатление, когда солнышко встречается, тебя встречает с утра. У нас на Урале уже реже оно выглядывает. И начинается вот этот маршрут до Тбилиси, мимо Гергетти. Село, в котором на вершине горы находится Свято-Троицкий монастырь. Потрясающей красоты место. Наверное, такие впечатления будут касаться всё-таки внешнего. Потому что, чтобы погрузиться внутрь, найти жемчужинки, такой духовной жизни, это, конечно, надо побыть. И когда мы совершали паломничество с сотрудниками, с прихожанами, у нас всегда была конкретная цель. Один монастырь. Не просто все подряд обойти и так внешне что-то впечатление получить, а попытаться почувствовать, чем живёт монастырь, какой дух, какой подвиг. И обычно 5-7 дней жили в монастыре, приглядывались, прислушивались, ходили на все богослужения. И, конечно, Господь нам приоткрывал какие-то сокровища той или иной нашей древней обители. В Грузии сложнее, потому что сразу глаза разбегаются. Огромное количество святых мест, святынь, собранных в этой небольшой стране, храмов. Вот собор восстанавливаем, и нам кажется, что это древний храм, 180 лет. А заходишь в храм 6 века, и сразу так становится скромно, смиренно, понимая, что 14-15 веков истории, это всё-таки солиднее, чем полтора века. Это потрясающая природа, горы, лес, терек, солнышко, тепло. И, конечно, климат, он накладывает отпечаток на людей, они гораздо приветливее, гораздо улыбчивее. И очень любят русских. Да, хоть по телевизору показывают, мы общались с людьми, так интересно. В Грузии показывают что-то не очень про Россию, а в России показывают что-то не очень про Грузию. Но в живом общении это абсолютно не чувствуется, потому что люди очень открыты. И несколько раз искренне благодарили. Спасибо вам за то, что вы к нам приехали. Потому что понимают, что не так просто сейчас добраться. Нашли для себя одно ещё такое дополнительное святое место. В прошлой поездке это как-то не узнали. История потрясающая, и место в связи с этим необычное, потому что необычный человек. В Тбилиси почитают местночтимую, святую праведницу, называется Сидящая Анастасия. История жизни такова. Родилась в конце 19 века. Мама умерла, отец женился на другой. И мачеха очень невзлюбила девочку. Она была красавицей, когда стала девушкой. Её полюбил молодой офицер, стал за ней ухаживать. Вот однажды он пришёл пригласить её на прогулку, а мачеха говорит, что она не сможет, потому что она сошла с ума, её увезли в больницу, и она оттуда уже здоровой не выйдет. Это настолько его поразило, что он вышел во двор и тут же застрелился. Когда Анастасия выбежала к нему, села над любимым на корточке, и так 65 лет с них не вставала. То есть взяла на себя вот такой подвиг юродства, молитвы за несчастного офицера, за людей, которые несчастны. И вот так вот она на этом месте и в дождь, и в снег, и в непогоду несла свой подвиг юродства. Потом у неё ножки сорослись, она вообще физически уже не смогла встать. Её так и похоронили потом. Специально был гроб сделан, и так и погребли. Но постепенно люди стали замечать, что от неё Господь даёт чудеса. Молитвы, прозорливости, исполнение просьб, которое к ней люди приносили. И вот место, конечно, мы его искали. Ну, прочитав кратенькое житие, адрес увидели, и уже смеркалось, пришли, нашли по навигатору, постучали, дверь закрыта, так расстроились. Думаю, ну вот, столько времени. Искали, дёрнули за верёвочку, дверь открылась. Здесь заходим во дворик, ну, обычный такой грузинский дворик. Там заборчик, лампадка горит, фотография стоит. И очень тихая мирная, внутренне мирная тишина на месте, где несла свой подвиг Анастасия. Удивительная жизнь, удивительный подвиг. И мы надеемся, что со временем, подобно Ксении Петербургской, будет вот ещё такая святая молитвенная заступница. Ну, это такая первая зарисовка. Может быть, в следующей передаче мы с вами продолжим разговор про путешествие в Грузию. Помогай нам всем, Господи! Господи сил помилуй нас!